Здравствуйте! В Москве сегодня два события. Во-первых, оттепель после приличных морозов. А во-вторых, неразрешенная манифестация в честь... А вот в честь чего? Прилетел Навальный. Свой приезд предварил съемкой убойного фильма, который посмотрели то ли 40, то ли 60 миллионов человек, на все наши 140, имеющихся в России. То есть посмотрели все. А манифестация-то в честь чего? Навального посадили. Это понятно. Человек был на больничном в Германии по разрешению самого главного начальника в стране. Поскольку он тянул условный срок, то ему в Германию послали повестку относительно того, что он должен завтра прийти и отметиться. То есть сегодня пришла подвестка, чтобы он завтра в Москве пришел и отметился, будучи не совсем выписанным с больничной койки. Он, конечно же, не успел. И по этому поводу его арестовали еще до прохождения паспортного контроля. Чуть ли не вообще не на территории Российской Федерации. Ну, правда, самолет это территория Российской Федерации. Но все-таки. Далее. Алексей Анатольевич пустил в прокат свое кино, которое, в общем, поразило всех. Блеяние всяких разных начальников относительно того, что и объект не свежий, и не принадлежит он президенту, и вообще он принадлежит совсем другим людям. Ну, это, извините, в пользу бедных. У меня сразу выскочила такая ассоциация. Своей юности я жил в небольшом четырехквартирном доме, в котором был всего один подъезд. Были очень дружные соседи. Мальчишка, сосед, совсем маленький, бегал-бегал, ему захотелось покакать, он спустил штаны и прямо перед подъездом навалил кучу. Это обнаружили достаточно быстро и стали спрашивать, Санька, твоя работа? Санька сказал, угу, а потом подумал, подумал и сказал, а может это люка? А люка это маленькая баллонка розового цвета, которая такая всеобщая любимица дворовая была. Так вот, это возгласы гражданина Пескова относительно, а может это люка, неприятно поразили всех. Слушайте, ребята, демократический режим, который позволяет строить подобные хоромы безымянные, отгоняют людей в радиусе километров для того, чтобы построить вот такую хоромину, которая не принадлежит никому. А теперь о манифестациях. Манифестации были, народу там было относительно немного. Соратники Навального думали, что их будет больше. Это понятно. Стянули огромное количество полицаев и вообще непонятно кого они все в черном, в масках, в касках. Кто это такие? Что это за ланскнехты? Ланскнехты наших князей. Что меня удивило, в половине первого количество просмотров прямых эфиров, там же было много любителей снять это в прямом эфире, мордобой. Мордобой был. Количество просмотров, которое зафиксировал интернет на ютубе, было относительно небольшим. 6 тысяч, 12 тысяч. По сравнению с 60 или 40 миллионов смотров кино Навального, это капля в море. То есть, слава тебе, Господи, народ не повелся. Я ни в коем случае не думаю, что Навальный нам друг. Наша власть нам тоже не друг. И тут возникает еще одна ассоциация со старым советским мультфильмом по обороне Мюнхгаузена. Там Мюнхгаузен огонял лев, в конце концов его спас крокодил, который сожрал льва. Крокодил Мюнхгаузен тоже не друг. Нам с вами не друг не тот, не другой. Власть, которую возглавляет наш президент, 20 с лишним лет молчит в тряпочку, что же мы все-таки строим и где мы все-таки живем. Так и Навальный, который претендует только на борьбу с коррупцией и больше ничего. Народ задним умом понимает, что Навальный это, собственно, пустышка. Но Навальный делает ту работу, которую мы с вами не делаем. Навальный разоблачает тех, для которых коррупция это норма. Из моего опыта я вам вот что скажу. Меня относительно недавно выгнали с работы, выгнали за два часа. За что? За оппозицию дирекции, которая тоже проворовалась. Так вот, выгоняли меня таким образом. Звали любого, который подвернется под руку, чтобы он написал под диктовку заместителя директора на меня поклеп. Были поклепы, которые, ну, относительно можно было принять за правду, а были абсолютно вранье. Так вот, это написание поклепа под давлением начальства у нас в обществе норма. И вот это примите, граждане, на свой счет. Я бы, конечно, хотел отзывов на сию публикацию. Но если кто сподобится, милости просим. Увидимся.